Брестский областной союз потребительских обществ сегодня избрал нового главу. Руководителем стал Леонид Янкович. В системе потребительской кооперации области он проработал 15 лет. С сентября 2004-го и до настоящего времени в должности заместителя председателя Драгичинского райисполкома отвечал за промышленность, торговлю, услуги и энергосбережения. Руководство области и потребкооперации, а также коллеги выразили уверенность в том, что и на новом месте он сможет добиться хороших результатов, несмотря на все сложности. Работая в Драгичинском районном исполнительном комитете, Янкович всегда уделял и уделяет большое внимание вопросам развития потребительской кооперации региона, повышению качества обслуживания населения. Драгичинское райпо постоянно ощущает максимальную поддержку со стороны исполнительной власти. Рекомендации заместителя председателя Брестского обл. исполкома Андрея Анатольевича Клица и первого заместителя председателя Драгичинского райисполкома Сергея Николаевича Пачко подтверждают высокие организаторские способности, профессиональные и личные качества Янковича. Я считаю, что Леонид Степанович способен обеспечить работу в должности председателя управления Брестского обл. потреб. союза. Широкий спектр деятельности обл. потреб. союза, с одной стороны, это огромный потенциал, а с другой – большая ответственность. Сегодня потребка операции переживает не самое лучшее в экономическом плане времена. Но возможности для развития есть, а значит, при желании и постоянной работе есть и неплохие перспективы. Однако для успешной деятельности предстоит решить немало задач, и это обязанность в первую очередь нового руководителя. В последнее время наша кооперация серьезно недорабатывает по увеличению товарооборота. Это первое. Несмотря на то, что по экономическим показателям они занимают стабильно второе место в республике, но они выезжают тоже по требам кооперации через 3-4 района их вытягивать. Это Ивацевич, это Столин, это Лунец. Все остальные работают по куда ни на должном уровне, поэтому на это надо будет обратить внимание. Но, конечно же, надо серьезно посмотреть на работу по заготовкам серхозпродукции, которые у нас выращиваются много, населением тоже самое. В этом направлении есть недоработки. Надо обязательно уже ввести работу по программному обеспечению за ассортиментом, который есть в том или другом магазине, потому что иногда получается в одном магазине завозить какой-то товар на год-полтора, а других товаров в ассортименте нету. А оборотку уже вымыли, поэтому здесь надо тоже очень серьезно отработать в программном обеспечении, чтобы оно будет позволять в автоматическом режиме видеть, какой ассортимент и чего не хватает. Леонид Янкович, за оказанное ему высокое доверие, поблагодарил и пообещал, что сделает все возможное для исправления сложившейся ситуации. Однако подчеркнул, что работа – это не одномоментная и непростая, требующая и сил, и времени, и средств, а главное – дисциплины и исполнительности каждого работника. Но новый руководитель такой ответственности не боится. Леонид Степанович уверен, что потребка операции может и должна занимать достойное место в экономике края и страны. Я хотел бы делать поспешных выводов, но тот цифровой материал, которым я воспользовался, и особенно информация о проверке комитета государственного контроля области, свидетельствует о том, что позиции наши, к сожалению, существенно пошатнулись вниз и нельзя экономику обл.потребсоюза строить за счет трех-четырех РАИПО. Ну и здесь очевидно, что только административными методами положение дел, конечно, исправить нам не удастся. Поэтому первоочередной задачей управления обл.потребсоюза вижу разобраться с каждым РАИПО и определить оптимальный вариант решения проблем их финансово-хозяйственной деятельности.